Здравствуйте. Здорово. Ну все, начинаем. Добрый вечер всем. Очень приятно чувствовать вас, ну, такой общей аудиторией, потому что я также участвую, являюсь слушателем. И сегодня с Наташей мы с вами будем рассказывать о том, как внедрять коучинг в образовательную организацию. Стратегии, опыт и преодоление сложности. Меня зовут Наталья Аристархова. Я сертифицированный коуч, бизнес-тренер, игропрактик, директор по развитию организации тренинга Центра личностного роста «Новый день» и преподаватель Московского института открытого образования, сотрудничаю, ну, обучаю учителей, так скажем, поэтому эта тема мне очень важна. Наташа. Да, да, спасибо, Наталья. И я хочу выразить прям огромнейшую благодарность Наталье, что благодаря нашему знакомству и благодаря ее инициативе сейчас коучинг включен в курсы повышения квалификации, в четыре курса, три курса по метапредметам и еще отдельный курс. И это официальные курсы повышения квалификации Московского института открытого образования, где вот мы с Натальей теперь преподаем. Да, это, знаете, это не просто достижение, то есть это о том, как вот вначале выступала Юлия Геннадьевна про Казахстан, где коучинг на государственном уровне, да, благодаря президенту Назарбаеву во всех школах. И вот сейчас это просто, мне кажется, такая веха, то есть пять лет не прошли даром, и наконец-то коучинг с радостью был, с энтузиазмом признан вот на таком уровне. И я очень верю, потому что я знаю, что в разных регионах институты повышения квалификации или, ну, министерства, они очень остороженно вначале относятся, мы сейчас будем тоже об этом говорить. Так вот, я верю, что это будет, ну, таким флагманом этого процесса. Почему мы выбрали именно эту тему? Потому что многие нас спрашивают, а как же, вот я хочу, чтобы коучинг был в моей компании, в моей школе, что же для этого сделать? И поэтому мы сегодня постараемся очень энергично и сжато дать самую полезную информацию, поделиться опытом нашим, и нашим личным, и собранным от тех людей, с которыми мы работаем, и рассмотреть такие вопросы. Как вообще, на каких этапах коучинг может зайти в организацию, и мы ждем от вас тоже вашей обратной связи. И вот мы эти уровни все рассмотрим прям и покажем, как из опыта наилучшим образом это можно сделать. Как можно продать коучинг руководству, как можно узнать, как внедряется коучинг, да, какие маркеры основные. Ну и, наконец, почему мы начинаем именно со школ, и о чем миссия вообще нашей работы. Конечно, всяких структур организации очень много. Сейчас все больше начинают говорить вообще о холократии, да, там где такая плоская структура. Но, тем не менее, если взять нашу реальность, то, наверное, вам знакома, ну вот такая схема. Напишите, пожалуйста, знакома ли она, если условно можно разделить таких три больших блока, три уровня в каждой организации. Это уровень директора, топ-менеджера, собственника, да, то есть самый-самый такой высший управленческий состав. Затем идут те люди, которые являются менеджерами, то есть они подчиняются высшему руководству, и у них также есть сотрудники. Здесь на этой схеме мы объединили вместе и школы, и любые другие организации, потому что мы работаем и там, и там с Натальей, и в бизнесе, и со школами, и мы видим, что это абсолютно одинаковый процесс, и поэтому мы можем этот опыт транслировать из одной сферы в другую. Поэтому здесь на одной схемке сразу у нас справа про школы, а слева про другие компании. Напишите, поставьте плюсики, у кого такая компания, кто работает в компании с такой структурой. И можете, кстати говоря, написать, на каком уровне вы себя чувствуете, кто вы, где вы. Вы директор, или вы завуч, или HR, руководитель отдела, или вы сотрудник, учитель. Да. И, да, руководитель отдела, примерно, да. Ну, мы примерную схему. И мы сейчас посмотрим все три уровня, откуда может прийти коучинг в организацию. И начнем сверху. Да, Наталья, добавляй. В организацию или в школу? В школу, в школу, как образовательная организация. Мы, конечно, сегодня будем делать упор именно на образовательной организации, потому что вся конференция об этом и проект об этом. Да, вот, завуч, специалист, да, преподаватель. Да, спасибо. И вот, если мы возьмем первый... А вот, кстати говоря, видите, у нас есть не только школы, да, есть и представители компаний. Поэтому будет для всех, я думаю, интересно и полезно. Если возьмем первый вариант, когда директор, топ-менеджер является инициатором внедрения коучинга во всю организацию. Напишите в чате, пожалуйста, как вы думаете, вот какие преимущества вот такой позиции и какие могут быть недостатки, какие минусы? Очень интересно ваше мнение узнать, кто с этим может... и кто с этим сталкивался. Пока вы пишете, я могу привести несколько примеров. О, да, Евгения, спасибо. Да, с головы очень многое начинается. И когда есть поддержка высшего руководства, то это, ну, в какой-то степени обеспечивает то, что проект будет жить. И опыт самых успешных в этом плане школ, где системно на всех уровнях внедряется коучинг, это те, где именно директора были инициаторами. Это вот Виктория Сергеевна Юфтихова, которая сегодня выступала утром. Это Екатеринбургская школа, Карельфей, Мария Калужская. Вот мы недавно были в школе в Сочи, в Сыктывкаре. То есть когда директор горит, когда директор предлагает это дальше, и сам является коучем, вот как Виктория Сергеевна. И об этом же, собственно, были выступления наших коллег из Казахстана, когда с уровня президента вообще все идет. Но при этом какие могут быть минусы? И они часто бывают? Ага, вот у Ситя заходил генеральный директор НИЭД. Ага, да. Неприятие простых смертных. Да. Вот, спасибо, Денис, что вы написали. Вот коучинг, он несовместим с директивным стилем. И если вдруг руководитель, и с этим тоже я сталкивалась, сам по себе директивный, и так директивно решил внедрить коучинг, то у него ничего не получится. И опыт есть, не получается. Он вызывает сопротивление. Я слышу от учителей, ой, боже, сейчас у нас опять коучить начнет. И я в удивлении думаю, как это так? Почему люди в такой панике? Потом я вижу, как коучат, да, силой заставляют рисовать колеса. И это, конечно, совсем не то. Поэтому, вот, если посмотреть на успешную модель внедрения коучинга именно сверху, а мы сейчас посмотрим все три уровня, то самый оптимальный и подтвержденный опытом путь такой. Вот если есть здесь руководители, которые хотели бы внедрить коучинг, напишите, пожалуйста, в чате, есть ли здесь те, к кому вот сейчас мы можем обратиться и показать вот эту дорожную карту? Напишите в чате. И первый шаг – это когда сам директор вначале становится коучем. То есть сам директор идет на самые лучшие курсы, и там обучается. И потом еще берет свою команду. Это то, с чего началась, например, в красном сулине, да, вся эта история. И когда сам руководитель является ролевой моделью коуча, когда он не директивный, а когда он лидер-коуч, вот только с этого и может начаться весь процесс исключительно. Для этого ему самому тоже нужны коуч-сессии. Если он верит в коучинг и видит пользу как клиента для себя, он сможет это донести людям. И это первый этап. Второй этап – это когда он предлагает, рассказывает о коучинге и предлагает только желающим, только желающим сотрудникам пройти обучение. Пусть это будет небольшая группа, но это будет группа только желающих. Никого силком нельзя затягивать. Коучинг и сила несовместимы. Что происходит после этого? Те, кто обучились, они начинают применять коучинг и делиться своими результатами. Они проводят открытые уроки, как в красном сулине, да, они выступают на конференциях. И таким образом другие учителя видят же результаты, видят, что что-то получается. И тогда организуется вторая волна тренинга. И потом проводятся всевозможные встречи, собрания в формате коучинга. И круг замыкается, да, и все больше и больше людей вовлекается сюда. Вот я смотрю, что вы пишете. Да, да. Совершенно верно. Так, сейчас я отвечу тоже на все вопросы. Хочу дальше передать слово Наталье, пока буду читать чат. Второй уровень. Второй уровень, когда со стороны либо зауча, либо ИЧАР, ИЧАРа внутри организации. И здесь такой вопрос также стоит, что с одной стороны ИЧАР налаживает коммуникации с теми, кто непосредственно имеет контакт с сотрудниками. С другой стороны, он также должен сохранять интересы компании, и не может делать это в обход топ-менеджера. Поэтому ему необходимо поддерживать коммуникацию и с топ-менеджером, и с директором школы в том числе. И постоянно держать контакт, говорить на эту тему. Но это не значит, что он только на эту тему будет говорить, но эта тема должна оставаться в фокусе внимания, и нет-нет, к ней необходимо возвращаться, для того, чтобы все-таки директор или топ-менеджер понимал, что происходит в их компании. И, конечно, нужно разрешение со стороны ИЧАРа, пускай не на всю компанию распространения, но на какой-то кусок, где можно с точки зрения директора или топ-менеджера проэкспериментировать, для того, чтобы получить результат и показать, как это работает, и насколько это могло бы быть полезно для других сфер организации. Здесь получается, что важно также найти того, кто из сотрудников или начальников отделов вместе с ИЧАром готов внедрять это, готов инвестировать свои средства. Иногда люди, когда начинают не сверху, организация не оплачивает, они идут обучаться за свой собственный счет. и тогда он находит союзников таких, кто готов также развиваться и достигать каких-то успехов, и вместе с ним начинают получать какой-то опыт и параллельно разговаривают с директором или топ-менеджером. Да, популяризировать, Денис, абсолютно так, абсолютно на правильном пути двигаетесь. Ну что, следующий вариант, когда сотрудник или учитель первый загорелся этой идеей, и когда никто другой, ни ЧАР, ни ЗАУЧ, ни топ-менеджером, ни директор не говорят об этом. У меня был такой опыт, так как я стала заниматься коучингом, изучать его с 2008 года, то на тот момент все не понимали, чем я занимаюсь, и когда рассказывала про ту самую коммуникацию, которая есть в коучинге, то люди на самом деле спрашивали, а ты не в секте ли какой-то там существуешь, и там уходи оттуда, и все в таком духе. Но вот я внутри чувствовала, что это мое, потому что меня коучинг восхитил тем, что он берет в природу человека, и позволяет человеку самому раскрываться как цветок и сталкиваться со своим потенциалом. И на самом деле, кто вел коуч-сессии, это уникальная сопричастность к этому рождению, когда у человека появляется новая цель, и в этот момент человека становится как будто бы больше, он начинает от него идти, энергия намного больше, и это удивительное рождение этих идей внутри человека, их задач новых, оно не может не вдохновлять на самом деле. Поэтому это просто удивительно, когда человек начинает видеть свой путь, и ты фактически помогаешь рождению вот этих идей и рождению нового пути человека. Это уникальное, конечно, просто переживание, я бы так сказала. И что здесь важно, то есть если вы инноватор-одиночка, что здесь необходимо? Первое, про что я и сказала, необходимо самим вдохновиться коучингом, и, конечно же, не стоит сразу же нестись и наносить всем, как говорят, непоправимую пользу до тех пор, пока вы не проверите на себе, а работает ли это. И поэтому, конечно, необходимо самим собой проводить коучинг, либо найти коуча и для себя понять, правильно это или нет. Ну, как имеется в виду неправильно, когда кто-то оценивает, а чтобы вы сами ощутили, какую пользу лично вы даже получаете на собственном опыте. После чего необходимо, конечно, следующее, ну, и параллельно рассказывать о коучинге и заражать этой идеей развития, по сути, вы заражаете идеей развития непрерывного совершенствования других людей. И, конечно, как вот Дениса говорит, проводить коуч-сессии, собирать успешный опыт. И если человек успешный опыт лично, так же, как и вы, получил, можно предлагать это делать больше, там, на команды, на классы, на, там, пускай три человека, но это уже группа людей, которые могут достичь большего, большего, чем если бы они работали без коуча. И идет параллельно несколько процессов. С одной стороны, вы находите людей, и они получают результат. И параллельно, возможно, находитесь с этими же людьми, которые уже получили результат, какие-то совместные проекты, которые могли бы помочь им, ну, больше развить ту область, там, если они начальники отделов, допустим, более эффективно будет работать целые отделы, возможно, подключать уже к групповому коучингу целые, ну, их сотрудников или классы, да, там, для какой-то деятельности, например, если это проектная деятельность, которая сейчас очень активно внедряется в школах. То есть параллельно вы работаете и с группами, и параллельно работаете с вовлечением новых людей. После чего это все, конечно, собирается, весь опыт, выводится, какую пользу принесли, за какой срок вы это сделали. То есть происходит определенный анализ. После чего, последний шаг, необходимо это все презентовать руководству, для того, чтобы оно увидело, что же можно получить с помощью коучинга. Потому что если в самом начале требуется очень много сил, чтобы людям об этом рассказать, расположить, чтобы они захотели это попробовать, но когда они уже пробуют, там скорость восприятия информации, скорость развития людей, она становится больше, и много, само обучение, оно происходит гораздо быстрее, чем если бы это были какие-то традиционные методы обучения. Ну, самое важное здесь, что необходимо сделать, это, конечно, презентовать руководству. Как это сделать? Это очень тонкий момент, потому что иногда, по здравому смыслу, казалось бы, вы провели много коуч-сессий, возможно, они не входили в ваши функциональные обязанности. То есть, когда вы что-либо внедряете по собственной инициативе, вы делаете свои функциональные обязанности, и плюс это делаете дополнительно. Так как, как вы понимаете, никто это пока еще не оценил, никакой важности это ни для кого не имеет, и вы это делаете, ну, по сути дела, для себя или ради своей собственной идеи. Так вот, когда вы приходите к руководству, помимо того, что у вас есть опыт, необходимо понять, что важно для конкретного руководителя, что он ценит и какие цели на развитие у него есть. Или, может быть, у него вообще целей на развитие нет, но он хотел бы, например, поднять свой статус и в районе показать, какая у него сильная школа. То есть, возможно, ему интересен только статус. Так вот, важно понять в разговоре с руководителем, конечно, не напрямую спрашивая, что для него важно. После чего преподнести результат. Он должен быть обязательно структурирован и понятен, для того, чтобы человек, который с этим не сталкивался, смог сделать выводы, те, которые вы хотите донести. Таким образом, вы несете информацию, вы описываете, что вы сделали и с кем, какой результат получили и за счет чего, как вы считаете, вы это сделали. После чего вы делаете рамку немножко шире и вы говорите, какую пользу это может принести для конкретного руководителя, для организации, то есть для школы целиком, и пользу она может получить. Если возникнут у вас какие-то вопросы, у нас тут осталось с Наташей 7 минут. Я готова на них ответить в чате. Вы, пожалуйста, их пишите. Я с радостью отвечу, именно для того, чтобы не задерживать следующего спикера, пока я не смотрю то, что вы написали. Вижу только отдельные обрывки. Вот Евгений, про сарафанное радио абсолютно так. Двигаемся дальше. И здесь необходимо группу поддержки создавать, конечно же, людей создавать, такое пространство, где вы можете уже общаться, как сообщество такое получается, для того, чтобы люди могли обсуждать свои успехи, если они хотят. Как это у них получается? И Наташа вот еще сейчас дополнит, какие конкретно действия можно сделать непосредственно в школе. Да, спасибо, Наталья. И прямо вот с этим чаще всего мы сталкиваемся, потому что наш проект, он направлен на все три уровня, но больше всего, конечно, мы работаем с учителями, и в нашем конкурсе на бесплатное обучение коучингу, который инициировал Международный Эриксоновский университет коучинга. Сейчас подхватил ICP-центр, сейчас будет еще чистый язык, и может быть мы приглашаем все-все тренинговые, коучинговые школы тоже к этому конкурсу присоединяться, и проходят обучение как руководителей образования, так и учителя. И очень часто наши выпускники, они сталкиваются именно с этим. Я один в поле воин. То есть я пришел, вот напишите в чате, есть ли такие люди здесь. Вы обучились коучингу, вы пришли, и вы одни. И вот этого ни в коем случае не должно происходить. Во-первых, помните, что вы не одни, потому что есть огромнейшее пространство единомышленников. Вот даже сейчас нас вечером, третьего дня 46 человек, первый день нас было около 100. Смотрите, как много людей. Поэтому в первую очередь, вот прям участвуйте во всех наших мероприятиях, и сами инициируйте, предлагайте ваши темы вебинаров. Говорите, я хочу быть спикером на следующей конференции. И описывайте ваш опыт. Мы с удовольствием его публикуем. И смотрите, когда у вас есть публикация на таком большом портале, то это уже для вас, это ваш пиар в школе. Вы можете уже показывать. Смотрите, я не просто какой-то ерундой занимаюсь, а меня публикуют. Это ваша копилочка для убеждения. И вот результаты ваших учеников, как показывает опыт, как рассказывают нам педагоги, что их ученики потом идут к другим учителям, и те видят изменения, и начинают спрашивать, ой, а что-то такое вы там делаете интересного. И у вас начинают интересоваться. И тогда можно провести открытый мастер-класс, открытый урок вообще с детьми, вот то, что Красный Сулин регулярно делает. Можно выступить на конференции, то, что во Владивостоке, Хабаровский делаю, да, вот Елена Хаджер прям целое направление развило огромнейшее. В Дальний Восток напишите, есть ли кто-нибудь у вас уже утро, наверное. Пожалуйста, проявляйте активность, и тогда вы увидите, что начинает расширяться вот это поле взаимодействия. Да, и вот как сохранить энергию для того, чтобы двигаться? Наталья? Да, это очень важный момент, потому что, если вы один в поле, с одной стороны, необходим, конечно, первый рецепт – это поддержка сообщества, вот то, о чем сейчас говорила Наталья, это очень важно. С другой стороны, важно фиксировать свой собственный рост и сравнивать себя. При условии, что вы в сообществе общаетесь, у кого-то есть уже больше успехов, при этом вы себя должны самим собой сравнивать. И с момента, как вы только закончили обучение, например, вы уже обучили, или уже в контакте, в коучинге, с двумя коллегами, или с одним коллегой, с двумя учениками, у вас уже появился какой-то результат. Вот фиксировать необходимы эти маленькие-маленькие шажочки успеха, которые позволяют вам видеть, что вы не стоите на месте и не теряете при этом энергию внутри. Необходимо сравнивать и обязательно фиксировать успехи. Сегодня провели сессию, зафиксировали себе успех, это уже успех. Даже если вы в конце думаете, вот здесь можно было бы другой вопрос задать, и вот здесь немножко там ушла в консультирование, неважно. Важно то, что вы уже хотя бы половину сделали в коучинговом формате, потому что все-таки коучинг, к нему необходимо научиться, то есть это формирование навыка определенного. Общаться с единомышленниками из других школ, о чем говорит Наташа, создавать себе такие пространства, сообщества, либо вот найти, какие существуют, и здесь уже, конечно, для вас это уже не люди, и обязательно замечать и фиксировать, как меняется мир вокруг. В самом начале, если вы один, хотя бы просто замечайте и фиксируйте. Интересно еще фиксировать, когда вы, например, работаете с человеком, который очень-очень, ну, ребенок, который вообще не учился, допустим, никогда, и вы с ним поработали, вот обратите внимание, вот прям вам попрошу, кто еще только приступает к этому, через сколько этот человек начнет развиваться. Я потом можем даже с вами списаться и сравнить мои и ваши наблюдения. То есть наблюдайте за всем подряд, посмотрите, как коучинг меняет пространство, потому что меняется внутреннее ваше пространство, меняется пространство вокруг. И это удивительное изменение, просто можно за вас порадоваться, что вы с этим можете столкнуться вот впервые сейчас, и это очень здорово. Наташа? Да, и у нас прям остается буквально, ну, минутка, но если позволите, еще три, мы чуть позже начали, очень хочется еще важные вещи сказать. Вот про системность, вот Виктория Евтихова показывала это, вы видели за ее спиной этот слайд. Кому знаком этот ромб? Это ромб, который пришел из теории Мэрилина Апкинсон «Четырехквадрантное мышление». Кому это знакомо? Напишите в чате. И мы как раз можем по этим четырем квадрантам универсальным посмотреть, как, где, на каких уровнях можно внедрять коучинг. Когда индивидуальное развитие, либо отношения в коллективе, и применение в практической деятельности, в учебе, в переговорах, где угодно, чем бы я ни занималась, я могу применять коучинговый подход. И как создается совместное видение нашего коллектива. То есть, если посмотреть на организацию в целом, целостно, причем образовательную организацию или коммерческую, одинаково это будет. Какие есть маркеры? Наталья. Здесь мы хотели вам привести примеры. Пока мы с Наташей делали для вас этот мастер-класс, я вспомнила о том, что если применение в деятельности коучинговый язык, учитель-ученик или ученик-ученик, когда это внедряется, я прошу прощения, шаг назад, про индивидуальное развитие, что первое, что появляется опора внутри человека, что очень важно в коучинге, он начинает видеть свои сильные стороны, на что он может опереться, это позволяет ему начать двигаться быстрее. И второе, что важно, человек берет ответственность за свое собственное развитие, на самого себя, он не ждет, что кто-то ему поможет, он получает результаты. После чего в деятельности, каким образом применяется, он получает результаты в деятельности, и в коллективе тоже могут происходить изменения. Я вспомнила пример, честно сказать, изначальной школы. Здесь вот, если вы видите, такая звездочка-октябренка. Я вспомнила, я была капитаном звездочки, у нас был мальчик, который не понимал ничего по математике, и очень отставал, и все время поясничал, все над ним смеялись, но в общем был бойшник, но к нему очень мягко так все относились. И однажды мы были дежурные по классу, мы с ним вместе остались, и я говорю, слушай, а давай тебе объясню математику. И я стала объяснять ему математику не как учитель, а как если бы... Ну вот, в общем, я сначала пыталась понять, как он думает, а потом его словами объяснить ему математику через вопросы. И это был первый коучинговый такой язык, и, конечно, когда с человеком всегда так разговаривают, и эта культура водится, то в этом смысле получается, что и между учениками возникает такая коммуникация, и уже они друг другу становятся опорой. И, конечно же, здесь мы переходим к следующему шагу, когда и сам коллектив быстрее развивается, и появляется такая самоорганизующая команда, когда всякие задачи появляются новые, интересные для команды. И еще хотелось привести пример. Вот вы видите здесь колбочки, опять же, пример из школы, когда задается коучинговый вопрос в начале непосредственного урока, и как исследование запускается, чтобы человек, ребенок начал искать ответы. И здесь в примере у нас было, чем отличается рафинированное масло от нерафинированного, я с вами этим поделюсь. И мы, конечно, задумались, потому что как это относится к химии, но с другой стороны понятно, как относится, но здесь напрямую это связано с жизнью, потому что это масло мы используем при готовке или при заправке салатов. И нам объяснили, что нерафинированное масло имеет такие свободные радикалы, такие палочки, которые не соединены ни с чем. И при жарке соединяется с кислородом, образуется гарь, и это не полезно употреблять в пищу. По которому все эти свободные радикалы закрыты, и таким образом гарь никакой не получается, и это более полезно для еды. И вот когда запускается такой, когда предмет сам дается в таком виде исследования, когда запускается поисковый такой механизм внутри человека, не обязательно, кстати, даже сразу давать ответы, а можно дать пожить с этим, или задать вопрос какой-нибудь на развитие в конце урока. То есть здесь мы также запускаем вот этот поисковый механизм, механизм саморазвития, когда человек становится исследователем. И это называется коуч-вкрапление, когда соединяются личные цели и цели деятельности, которые мы хотим соединить. Наташа. Да, ну и нам время уже завершать. Ну что же, да, спасибо. Мы приносим извинения нашим следующим спикерам. И просто что хотелось бы в завершении сказать, наверное, что мы верим, что те дети, которые сейчас обучаются у коучей, что они изменят наш мир. Ну и самое завершение, просто вот этот слайд, посмотрите на него, что если инновации, если коучинг не принимается сразу, то это нормально, есть такой закон. Мы на сайт выложим эту презентацию, и можете просто с этим слайдом ознакомиться. Со всеми все хорошо. Ну что же, на этом мы с Натальей прощаемся. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Напишите в чате, что было ценного для вас. Да, и мы...